Всем привет, меня зовут Макс Брандт. Всем привет, меня зовут Ксюша. И это новый выпуск передачи 100 к 1. Начать игру и... Да, обычная игра, всё по стандарту. Потому что мы попробовали разные другие жанры, чё-то не пошло по разным причинам, поэтому... Всё по стандарту. Так, девушка, женщина. Бабушка, что ты хочешь этим сказать? Ну, в смысле, не мальчик. А, в этом смысле. Соперник наш будет. А если гость, то ты как узнаешь об этом? Ну, просто женский гость. Соперник найден, и кто же он будет сейчас, ты думаешь? Женщина или мужчина? Да я при том же мнении, если вообще нам повезёт, и мы сможем в неё поймать. О, Денис! Ну ладно, не очень женщина. Вот ты и, так сказать, опростовалась. Ну, там прям целая семья, ещё и маленький ребёнок. Мне кажется, это свидетельство спрятано. Какой писатель написал больше всего книг? Пушкин будем считать. Донцова. Ну, просто Пушкин будет на первом месте. Хорошо. Александра Маринина. Донцова. Глуховский. Ну, это вообще нет. То есть, думаешь, его не знают? Да. Хорошо, Гоголь, там... Да, это... Чехов, Чехов, Чехов. Лермонтов. Видишь, вообще его нет. Толстой, кстати, да. Ну, давай Чехов. Ну, это, кстати, на самом деле уже более высокая ступень, чем Толстой, по моему, по знаниям. Не знаю, ребят. Ну, не, ну, как... Гоголь. Гоголь и реально... Пушкин, Гоголь, мне кажется, они в одном ряду... Пушкин, Гоголь и Толстой... Да. Рифма не получится. Так, Толстой. Давай Гоголь. Гоголь. Ой. Так, а кто же... А кто Чехов был? Какой-нибудь... Большая Советская энциклопедия. Она сама такая. Она сама такая. Так, 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 так. Так, ну, а кто может быть? Хорошо. Крылов, кстати, ну, мне кажется, его не будет. Нет. Я говорю, что Джон Роулинг, но ее здесь не будет, скорее всего. Кто еще, кто еще? Данцова реально можно написать. Давай Данцова. Ну, это так просто. Потому что... О-о-о! Ты молодца. То есть... Я молодца. То есть, видишь, между Чеховым и Толстым Данцова таким прословечкой легла. Мне кажется, это наших классиков не очень красит. Ну что, сейчас он скажет, что какую-нибудь фигню, либо пропустит ход, и он думает, что мы читеры, потому что мы все знаем. А просто мы... Ну, это вопрос достаточно. Мы просто аналогичные сегодня, парни, и не очень. Просто ход отличный, и мы девяносто... То есть, там осталось два человечка, кто ответил... Ты уж прям посчитал. Там просто было без... Ага. Достоевский. Ну да, он, кстати, очень не перечислил. Ну, потому что и два человека, и нас двое, как бы, мы не соприкоснулись с той парой. Ой, два, два, три. Лучшие развлечения в новогодние праздники. Пить. Пить. Развлечения. Развлечения. Кино. Фейервер. Ну, нет, ну типа сходить куда можно. Салют. Ёлка. Ладно, ёлка. Ну, блин, ну это не развлечение. Блин. Ладно, давай салют, но... Блин, ну вообще нет. Развлечения что значит? Ну, кино, ресторан, кафе, прогулка. А почему в новогодние, заметь, в новогодние праздники. Прогулка. На лыжах кататься. Кататься на санках. Кататься на лыжах, напиши. Я уже опасаюсь. Мне кажется, не будет. Фу, 96. Мы за один ответ получим по 6. А ты кататься на коньках, я думаю, на первом месте. Кататься на коньках. Каток. Ну, а тоже. Ну, тут раскататься, значит, уже... Ну, сейчас он на коньках, и мы опростаемся. Да. Так, ну, лучшее развлечение на коньках... Телевизор, телевизор, реальный телевизор. А кино. Ладно, кино. Но, мне кажется, смотреть телек, тут больше будет ответов. Ну, давай, телевизор, я на тебя. Надеюсь. Ну, нет, к сожалению. Ну, это, видишь, не считается развлечением, наверное. Я развлекаюсь только так. Ребята, если вы так же, ставьте лайк. Да никто тебя не поставит, уже люди не развлекаются. Да, да, да. Ну, интернет. Вот, вот. В новогодние каникулы, в новые каникулы. Новомодные вот это вот ваши интернеты. Горки. Кататься, кататься, кататься. Я говорю, кино, ну, его тоже не будет. Его тоже не будет. Кино. То есть тут, видимо, все по зимнему пошли. Чисто по спортивному. Ну, логично, потому что в новогодние играют снежки. В каком году это спрашивали? Гулять, как на последний раз. На последний раз катались снежки. Я не видела уже сто лет. Я с горки уже сколько раз не катался. Ой, бана. Ну, ничего, сейчас будем. Он сейчас первый, да, на тебя исключает? Хорошо, что коровы не летают. А также хорошо, что не летают. Кто? Лошади. Слоны. Слоны, мне кажется. Слоны. А знаешь, какие-нибудь, вот, кто хорошо не летает? Волки. Ну, знаешь, кто-нибудь, кто может схавать? Гиены. Огненные. О, бегемот. Ну, что, пишем? Нам нужно, что? Нам нужно самое вообще плохое. Лошадь, давай лошадь. Ну, это будет вообще рядом. Слон. Давай слон. Слон, мне кажется, за верху. Ну, я не знаю больше. Не летающий в животных. Ладно. Ну, слон, как раз. Ну, ладно. Ну, мы проиграли. Ну, да. Люди, лошади. Лошади. Ну, все равно бы. А, или хотя... Собаки хорошо было. Собаки. Быки. Быки. Хорошо, ребята, что быки не летают. А то мы бы... Мы бы проиграли. Так, ладно. Мы не расстраиваемся. У нас 0 звезд. На то у нас баланс 100. Мы тут как раз пополнили, ожидая поражения, пополнили себе досочек. Так, следующая игра. Все, без промедления. Нам нужна женщина. Подсказка. Старайтесь угадать 6 самых пульных ответов. Спасибо большое. Вот такая подсказка. Что мы без вас делали бы? О, женщина Екатерина. Ну, такая она, видно, что ей... Что уровень? Ей делают. Что такое палпинки? Реальная... Ой, а что это? А я, кстати, не знаю. Это реклама палпи. А, это там напиток, да? Не знаю, пишет она. Это... Напиток? Нет, нет. Давай быстрее. Палпинки это... Конфеты, что это? Молекулы этого. Ну, цитрусовых. Как-как вот эти вот штучки? Давай нормальный ответ напиши. Напиток. Напиток. Ну, это... Ну, это палпи. Ну, и что? А вот-вот, сочная мякость, мякоть цитрусовая. Ой, сейчас бы я написала. Сочная мякоть, и мне бы ноль поставили. А напиток... Это реально рекламный вопрос, потому что тут Анатолий Вастерман, Мария Вэй и Стас Дамыдов рекламировали прямо на Ютьюбе. Конфет не подходит. Прямо на Ютьюбе, потому что палпинки, это вот... Она прям вообще против рекламы такая. Я не буду отвечать на эти жалкие вопросы. Эльфы сказок, шеландский танец, название Сленополки. То есть это, видимо, как бы предоставляются такие... Какой-нибудь что... Как его зовут? Как стать миньонером? Что такое палпинки? Четыре варианта. Миньонером. Такой маленький аньер. Какой бы из-за каких-нибудь инструмент самый похож на палпинки? Самый громкий? Труба. Труба, напиши, да. Контрабас мне почему-то хочется сказать. Ну, он... Самый громкий. А может, саксофон? Барабан. Барабан, барабан, барабан. Ну, саксофон, кстати. Барабан. 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 Е-е-е. Саксофон. Трамбон. Трамбон, мне кажется, громче кажется. Ну, саксофон, он прям... Рояль. Гитара. Пуще рояль. Рояль. Ну, просто самый популярный, да, видимо? Пианино. Пианино, пианино, пианино. Фортепиано. Оу. Ну, что думаешь? Трамбон? Да какой трамбон, Максим? Такой трамбон. Я думаю, вообще, какая-нибудь... Ну, арфа, она вообще не очень громкая. Может, вообще, тут скрипка может быть. Хотя, она не громкая, но просто популярная. Громкая? Ну, труба. Туба. Фагот. Треугольник. Давай, треугольник. Что еще будет? Арфа. Ну, тромбон. Литавры. Тарелки, напиши тарелки. Быстро. Тарелки, литавры. Тарелочки, тарелки. Нет, не знаю такого слова. Так, ну, ложки. Так вот, бам-бам. Это ты на ложках играла, поэтому ты знаешь об этом. Да. И расписывала их. Уру. Врет-ка, уру, это не краснеет, ребятушки. Саксофон, видишь, она думает, что мы правильно написали. Ну и что же там будет? Трамбон, может, твой? Баян. Ну, кстати, он громкий. Баян, да. О, а в смысле мы прям выиграем уже? А мы уже выиграли, как бы. Ну, если тихо. Нет, давай по чесноку, у нас много монет. Мы сейчас отвечаем первое. Где снег и в конце зимы чистый? Деревня. Деревня, хорошо, деревня, хорошо. А это вам, правда, нет? Но, типа, мы отвечаем, как правда, сам, напиши деревню. Ты думаешь, что это вообще не будет, что ли? Не будет, конечно. Ты чё? Какая деревня? Ты чё там? Антарктида, Северный поле, Саляск. Ты не подумала, я подумала, что, ну, в городе загрязнённое. Холодильники. Но, мне кажется, в лесу, в горах, на севере, на крыше, в поле. Прекрасное окончание этого раунда. Мы выиграли. Сколько звезд будет? Сколько? Две. Две, естественно. Я ничего не дам. В общем, спасибо за просмотр, за лайк, за подписку на наши соцсети, которые в описании. Да, всем спасибо, всем пока. И ждите новых выпусков, потому что скоро будут тесты, будет столько одному, у нас батлы. И всё, я вам что-то за... Обязательно. Всё будет, всех любим. Да, и всё, пока-пока. Так, подожди, что ли я кому-то делать в бумаге своими руками? Что ещё? Вот, знаешь, есть такие, типа, на голову шапочки. Шапочка, шапочка, не пиши, шапочка. Я думаю, её тоже не будет. Нет, как там, а ну... Шапка. Шапочка, треуголка, что-то такое.